Ну что, начинаем следующий влог. Начинаем следующий влог. Вот моя книжка пришла. Книжечка, книжечка, книжечка. Я уже заложила. Уже заложила. И страница... 66. Хорошая страница. Рассказывается всё. Рассказывается всё. Пол Кинг. Такой товарищ молодец. Простой плотник. Поехал в Монголию. Послали его. За него заплатили. Всё ему сделали. Человек выучился, сфотографировал. Как настоящий этнограф. Этот гражданин всё сфотографировал, зарисовал. И начал строить юрты. По-моему, он был в одних из контактов, с которыми я пыталась связаться. Но... Ничего пока что не получилось. Пол Кинг. Я до тебя ещё не выбралась. Но книжка у меня твоя уже есть. Она стоит 12 фунтов 95. Но, по-моему, я заплатила где-то 10 фунтов. Самое интересное, что здесь говорится о том, как построить юрту из... Из... За просто как бы выходные из вылоу. Вылоу, как я понимаю, это... Ну, я не знаю. Вылоу это и есть вылоу. И вообще это очень быстро делается. Вот я как бы сама теперь думаю, из чего сделать свою юрту. Бабахать ли настоящую, или просто сначала попробовать из этого. Наверное, начну свой Кинг-юрт. Так что в конце я выложу... Я постараюсь связаться с ним и... Построить его юрту, и потом сделать схемы. Как бы считается, что... Ну, не нужно, нельзя как бы... Копировать книжки за бесплатно, но... Все-таки это дело хорошее. И об этих вещах... Ну, как бы нужно распространяться. Не каждый человек, например, в Казахстане может заплатить просто за книжку 10 фунтов. Считай... Сколько это? 5 тысяч тенге. Ну, или 4 тысячи тенге. Это... Все-таки. Или просто, товарищи, просто можно сходить и познакомиться с людьми, которые делают юрты. Помочь им это сделать бесплатно. Поработать на них год и уже начать строить свои юрты. Что там? В этом ничего такого сложного нету. Просто было бы желание. Вот так. Все. Ну, пока все. Люблю и целую. Все у нас получится. Все.